В студии это хорошо, а поиски правды вступили в заключительную стадию. Приют скорби. Клиника на революции 56. Иначе турдом. Здесь находятся ответы на мучащие меня вопросы. Кто может быть инициатором принудительного освидетельства и заключения человека в психушку? Какими личными качествами надо обладать, чтобы стать жертвой психиатра? Снухи от бессонного не приходили до вас ничего? У меня заместитель разбирался там что-то с ним. Но я так понял, что он добровольно сам пришел к психиатру и освидетельствовал в городском психиатрическом диспансере. Я просто результатов не знаю. Мы пытались сегодня дозвониться, но что-то там не дозвонились до замглавного врача. Психиатр же все равно, вот если это прямо в данный момент, психических расстройств можно зафиксировать. Да, но у нас тоже, не исключено, что у нас с вами там, скажем, через какое-то время психическое расстройство возникнет. А тут мне показалось, что пока такие проблемы не возникли, пора заканчивать мои поиски правды и возвращаться в студию. Здраво вам пока еще, и мне трезвый памятник. Как далеко вы собираетесь зайти? В соответствии с действующим законодательством, подобные дела рассматривает областной суд. Следующая станция – Кассационный, Верховный суд. И делаю это все для того, чтобы направить документы в Страсбург. Если вы добьетесь своего, и где-нибудь в Страсбурге суд по правам человека признает вашу жалобу законной, и в той или иной форме результаты референдума будут аннулированы, вы представляете, чем это аукнется для обоих регионов? Нет, это будет, чего аукнется? Это будет всего лишь, так сказать, торжество, буквы и духа закона. Вот и все. Это аукнется тем, что будет проведен новый референдум, будет обсуждение, и итоги этого обсуждения уверены будут другие. А что касается уверенности, я в этом уверен, что результаты будут отменены. Для справки. Организация и проведение каждых выборов или референдума обходится прикреплению в несколько миллионов рублей. Как вы понимаете, о перспективах данного судебно-выборного дела надо бы спросить у специалистов, к которым мы и отправились. Гражданин Бессонов, как и любой гражданин Российской Федерации, в том числе и гражданин Пермской области, имел право инициировать создание такой группы, иной группы референдума, которая бы выступала против проведения или против голосования, положительного голосования на референдуме, то есть не за объединение. Такое право у каждого гражданина имелось. Каким образом могли нарушить избирательные права Бессонова, я просто не представляю. Ему никто не запрещал действовать в соответствии с законом. Если он ничего не делал, а теперь считает, что его права нарушены, то, наверное, суд разберется. Американские СМИ наверняка бы раздули из этой истории грандиозный скандал и долго бы кричали об угрозе демократии. К счастью, мы не в Америке и просим вас не относиться слишком серьезно к тому, что было сказано выше. Никаких серьезных доводов против объединения у Алексея Бессонова нет. Ни одно официальное лицо не подтвердило факты, изложенные в его жалобе. А его эмоциональные выпады вряд ли будут серьезно восприняты судом. Мы надеемся, что дело это не будет иметь судебных перспектив и не станет ложкой дегтя в бочке объединения. Однако, как нам кажется, один урок из этого извлечь можно. Любое дело, особенно столь серьезное, нужно проводить с полным соблюдением всех демократических процедур, чтобы поводов не давать. С вами была программа «Четвертый глаз» – очкастый взгляд на политическую жизнь при Камье. До встречи на следующей неделе на канале Уралинформ ТВ. Честно говоря, с первого взгляда, ваша инициатива и ваша жалоба вызывают определенный скептиз. Поэтому мы с вами встречаемся для того, чтобы разобраться и в мотивах, и в доводах. Давайте начнем вот еще. Алексей, вы сами как относитесь к объединению Пермской области и к Камь-Пермятскому автономному округу? Ну, давайте так, буквально в пару слов. Ведь речь идет не то, что, так сказать, объединение – плохо это или хорошо. Речь идет о том, что идут две разные концепции, выстраиванные системой государственного устройства. Россия вообще, по своей структуре, одно из самых сложных государственно-территориальных образований в мире. Здесь 140 народностей и национальностей проживает. И вот каждая народность должна, на мой взгляд, иметь свое территориальное государственное объединение в рамках федерации. Почему шведы имеют свое государство на объединении? Евреи, французы. А почему они пермяки не имеют? И, насколько я правил, вследствие этого объединение регионов – это не ваша позиция? Вот в том виде, при той конституции, которую сегодня дали, да, это не моя. Я считаю, что вот эта конституция, в том виде, в котором сегодня вы приговорили, предложили, она уничтожает национальную автономию. То есть я почему, собственно, спросил и начал с этого вопроса. То есть мотив, кроме всего прочего, ваш мотив – это не только защита демократических принципов, да, но и нежелание допустить объединение регионов. Вы знаете, у каждого вопроса есть своя история. Понимаете, я считаю, что одно из самых выдающихся достижений советской власти было именно образование национально-автономных объединений в рамках Российской Федерации. Это впервые за многотысячелетнюю историю государства российского, малые народы получили свои маленькие автономии. Более того, была целая палата, палата национальности. На самом деле, вот в том виде, в котором сегодня нам подали этот референдум, в том виде, в котором сегодня проходит объединение субъектов, это колоссальная бомба в основе русской государственности, понимаете. Вы, как и положено, написали жалобу в областной суд. Спасибо, что предоставили нам текст. Давайте пройдемся по тем доводам, которые там есть. Значит, первое. Вы назвали обсуждение региона спектаклем. Да. И формирование инициативных групп спектаклем. Да. Можно ли аргументы? Значит, ну давайте так, не будем заниматься цинизмом и лицемерием. Инициатива объединения двух субъектов целиком исходила от администрации области. Совершенно верно. На самом деле, ничего плохого в этом нет. Нет, ничего не нет. Я ничего не говорю, да. Соответственно, и, собственно говоря, администрация области де-факто формировала вот эту инициативную группу по объединению субъектов. По большому счету, воли и извинения, так сказать, субъективных, побудительных мотивов граждан по созданию вот этой инициативной группы не было. Если бы не было соответствующего финансирования, если бы не было соответствующего, так сказать, воли со стороны администрации, властных структур, то, извините за бесплатность, ничего бы и не было. Какие конституционные условия не были при этом соблюдены? Вот я считаю, что в данной ситуации грубейшим образом нарушена статья 29 пункт 5 Конституции Российской Федерации, которая прямо говорит о том, что в Российской Федерации запрещена цензура. Вот я считаю, что в том виде, в котором произошло обсуждение, так сказать, проблем объединения, была введена цензура на альтернативную точку зрения. Все, что проводилось в ракурсе противников объединения, подавалось абсолютно в негативном ключе. Суть проблемы, она не обсуждалась. Ведь референдум, это, прежде всего, воля и извинения. А чтобы была воля, гражданин должен быть всесторонне информирован, он должен быть знал, он должен сделать действительно выбор, понимаете? Это альтернативную точку зрения граждане не услышали. Подождите, Алексей, давайте сформулирую вопрос по-другому. А было кому эту альтернативную точку зрения доносить до граждан? Значит, вот учитывая то, что инициативная группа и противников, и сторонников референдума формировалась по большому счету от администрации области, учитывая то, что у противников референдума не было тех финансовых возможностей, которые были у представителей, так сказать, инициативной группы за объединение, я считаю, что объективных условий для донесения, объективных, не формальных условий, так сказать, гарантированных с точки зрения Конституции, ведь важен не только буква закона, но и дух закона. Вот я считаю, что объективных условий донесения этой точки зрения у противников референдума не было. Справа людей, которые хотели бы, но объективно не смогли донести свою точку зрения до избирателей Пермской области. Ваш покойный слуга, во-первых. Безусловно. Ну, знаете что, я думаю, что вот эта проблема, она не будет предметом обсуждения в суде. Алексей, мы пока, слава Богу, пока не в суде, я бы просто хотелось понять, есть ли такие люди в Пермской области. Ну, учитывая, что там 10 или 12 процентов проголосовало против объединения, да, то такие граждане есть, безусловно. И если бы была доведена объективная точка зрения противников, я уверен, что эта цифра была бы намного больше. На минуту выйдем. Я, например, знаю, что в Коми-Пермятском автономном округе была достаточно сильная оппозиция, и эта оппозиция получала возможность публиковаться, получала возможность доносить свои взгляды до избирателей. Но при этом, в конечном итоге, в Коми-Пермятском автономном округе против эферендума проголосовало еще меньше избирателей, чем у нас. Понятно, мы живем в реальных экономических условиях. Сегодня совершенно да. Именно об этом я и говорю. Я говорю о том, что в Коми-Пермятском автономном округе группа, которая выступала против объединения эферендума, имела возможность, мы говорим о фактических возможностях, и доносила свою точку зрения для избирателей. И при этом результат оказался, увы, не в ее пользу. Ну, вы понимаете, еще раз говорю, что на, понимаете, сегодня Коми-Округ объективно поставлен в такие экономические условия, понимаете, что граждане, естественно, голосовали не столько разумом, сколько, скажем, желудком. Они действительно видели в объединении, и справедливо видели, при той налоговой базе, при том, так сказать, системе законодательства, при той экономической политике, которую сегодня проводит правительство. Но, конечно, для них объединение – это благо, вот на данном этапе, на данный момент, потому что люди живут конкретными своеминутными проблемами, так сказать, желудка, семьи, это замечательно. Но, понимаете, в чем дело, но это же, опять же, давление со стороны, так сказать, экономических условий на волеизвеления, понимаете? Как уже было сказано, вы в своей жалобе говорили о том, что были нарушены ваши права на получение объективной информации. В том числе и мои, как гражданина. Жалобы ваши, соответственно, и права, да, в данном случае ваши. Какую информацию вы не могли получить? Ну, я говорю, вы помните публикацию о Березовском, как противники, так сказать, референдума, ведь сегодня Березовский – это вообще, так сказать, демон русской демократии, вообще русской государственности, понимаете? То есть, вот сам контекст подачи…